Добрый день! Раньше я уже показывал, как сделать простейшее устройство для полива комнатных растений с помощью куска кирпича или пластиковой бутылки. Но это устройство оказалось довольно трудоемким в изготовлении. К тому же творческое мышление не стоит на месте, прогресс технический. Поэтому следующим моей придумкой было вместо кирпича использовать как фитиль полоску хлопчатобумажной ткани. Что я сделал? Взял обычную пробку от вина. Отверстие замазывается пластилином из-под штопа отверстия, которое осталось в пробке. Так как пробка была немножко свободна в горлышке для бутылки, пришлось сделать несколько витков пластиковой изолентой черной. ПВХ изолентой. Значит, вместо кирпича у нас получается полоска с вообще-то бумажной ткани тонкой. И нужно теперь плотненько вставить, как можно плотнее, эту пробку в отверстие бутылки. Получается, что ткань является фитильком, и по нему вода потихоньку сочится, и попадает таким образом в почву и растение. Ну, потом у меня закончились такие пробки от вина, пробку от дерева. И пришла идея, почему бы просто не использовать свою родную пробку. Что мы делаем? Получается, самая простейшая конструкция, которую можно сделать буквально за минуту. Полоска ткани хлопчатобумажной. Обрезанная бутылка. Просто берем и пробку аккуратненько плотно заворачиваем. Все. В принципе, можно было налить воды и ставить в растение. Но лучше все-таки испытать. Значит, что мы делаем? Ставим в банку. Наливаю воды. Ну, до половины хватит. И теперь нужно следить, чтобы наше растение не переливало, и чтобы вода все-таки нормально сочилась. Поэтому оставляем на несколько часов, и потом посмотрим результат. Ну вот, прошло около четырех часов. Так, и смотрим на результат. Значит, берем вот эту бутылку, банку. Значит, что мы видим? Здесь, значит, насочилось немного воды. Ну, я так и вижу, примерно... Примерно... Ну, две чайных ложки, наверное. Так, по виду. Ну, это нормально, я так считаю. Можно, конечно, немного поджать плотнее пробку, тогда будет меньше сочиться. Ну, вот у меня есть... Цветок, который любит воду. Я думаю, что такой расход воды для него будет в самый раз. А здесь у нас поменьше. Разов два. Ну, может, чайная ложка. Может, чуть больше. Это тоже очень хорошо. За четыре часа. Ну, это можно поставить где-то цветку, который сам размером поменьше или меньше любит воду. Ну, что мы теперь делаем? Значит, берем цветок. Как-то ткань эту складываем. Чтобы она нам не порвалась, когда мы будем вставлять почву. И в цветок аккуратненько. Может быть, даже делаем углубление пальцами или чем-нибудь. И просто почву плотненько вставляем. Не знаю, как там будет видно. Ну, что-то видно. Плотненько вставляем. Все. Нам остается теперь, по мере расходования воды, может быть, раз в две недели, в эту бутылку доливать воды. Причем визуально это все хорошо видно. Насколько почва владренная и когда вода уходит. Очень удобно. Особенно, когда уезжаете в отпуск, наполняете полную. И примерно на месяц этой емкости должно хватить для цветка. Так что пользуйтесь.